Он же Шварцвальд, он же Черный лес. Готовим легендарный шварцвальдский вишневый торт. Для бисквита берем яйца, добавляем к ним сахар, соль и взбиваем миксером до пышной светлой пены. Добавляем молоко, растительное масло и взбиваем миксером на самых низких оборотах. Теперь просеиваем муку, какао и разрыхлитель. И снова взбиваем миксером на самых низких оборотах до однородной консистенции. Но долго перемешивать нельзя, иначе масса осядет и бисквит плохо поднимется. Переливаем тесто в форму, я использовала кольцо диаметром 16 см. Выпекаем в разогретое до 180 градусов духовке примерно 50 минут. Готовность бисквита проверяем шпажкой, она должна выходить сухой из центра бисквита. Даем бисквиту немного остыть и теплым вынимаем из формы. Хочу с вами поделиться своим лайфхаком. После того, как бисквит я вынимаю из формы, пока он еще теплый, я оборачиваю его в пакет либо в пищевую пленку и убираю в холодильник на пару часов, а лучше на ночь. Благодаря этому он будет сочным, влажным и будет меньше крошиться при разрезании. И вообще таким способом можно хранить бисквит в холодильнике 2-3 дня, что очень удобно. Для начинки к вишне добавляем сахар, перемешиваем и доводим до кипения. После этого снимаем с огня и процеживаем. Вишню откидываем, берем полученный с нее сок и готовим пропитку. Для этого к соку добавляем сахар, по желанию можно добавить корицу, либо ликер, либо коньяк. Я добавляю немного бейлиса. Перемешиваем и доводим до кипения. Остужаем до комнатной температуры. У готового бисквита срезаем верхушку, но не выбрасываем, она нам еще понадобится. И разрезаем бисквит на три равные части. Вот такие сочные влажные коржи у нас получаются. Кстати, удобнее всего разрезать бисквит не ножом, а ниткой, либо струной. Для крема мы соединяем сыр, сливки, сахарную пудру и взбиваем миксером до загустения. Для удобства я перекладываю крем в кондитерский мешок. Теперь собираем наш тортик. Чтобы он не скользил на тарелке, в центр выкладываем немножко крема и кладем первый корж. Сверху обильно его пропитываем. Далее выкладываем слой крема и разравниваем. Теперь добавляем еще немного крема, чтобы сформировать бортики и выложить начинку из вишни. В центр крема выкладываем нашу вишневую начинку. На видео я немножечко ошиблась, перед тем, как выкладывать второй корж, лучше смазать вишню еще кремом. Ну и как вы поняли, далее мы собираем наш тортик по принципу корж, пропитка, крем, начинка из вишни, крем и так далее. Верхушку бисквита также обязательно пропитываем и смазываем кремом. Бока нашего тортика тоже обязательно покрываем кремом. Оставшуюся верхушку от бисквита измельчаем в блендере до состояния крошки и покрываем ею наш тортик. Убираем наш тортик в холодильник на пару часов, но, конечно же, лучше на ночь. После этого украшаем наш тортик натертым шоколадом. Наш божественный тортик готов, вы обязательно должны это попробовать. У него сочные коржи, вишневая пропитка, нежный сливочный крем, начинка из вишни и сверху все это украшено шоколадом. Сказать, что это вкусно, это ничего не сказать. Этот торт нужно срочно готовить и пробовать.